Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим о Доги Коине, который станет главной темой этого ролика. Также я расскажу, на какие проекты прямо сейчас обращаю свое внимание, какие из них в этом году достигнут новых исторических пиков, о том, что Илон Маск планирует продолжать пампить Доги Коин, и о крупном ките, который может обвалить Доги Коин, когда ему вздумается. Это и другое обсудим в сегодняшнем видео. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Это помогает каналу расти, а мне дает большую мотивацию продолжать делать эти обзоры. Итак, Доги Коин за сегодня опять вырос на 26%. Вичейн, который уже давно находится в моем портфеле, сегодня вырос на 41%. С тех пор, как я его купил, он уже дал десятки иксов, поэтому я принял решение вывести из него все свои вложения, а все остальное оставить на долгосрок. Неделя была сумасшедшей для этого рынка, биткоин и эфириум достигли исторических хайов, XRP дал около 4 хиксов на пике. Доги Коин же поразил все сообщество, за неделю дав 500% роста, но теперь уже немного откатился. Из графика денежных потоков за последние 24 часа видно, что в Доги Коин текло денег даже больше, чем в биткоин и эфириум. На данный момент его капитализация составляет 40 миллиардов долларов. Люди, а особенно новенькие в криптопространстве, почему-то думают, что какая рыночная капитализация, столько и денег вложили в этот актив. На самом деле это большое заблуждение. Рыночная капитализация это всего лишь цена, умноженная на предложение токенов. А этих токенов аж целых 129 миллиардов. Многие люди этого не понимают и действительно думают, что в Доги Коин вложили 40,5 миллиардов долларов. Поэтому, если начнется массовая паническая распродажа, этот актив очень быстро упадет в цене, потому что элементарно не хватит ликвидности для поддержки цены. Вопрос, может ли Доги Коин достичь одного доллара? Этот вопрос все чаще звучит у меня в личке. Я думаю, это возможно, но не в следующие несколько недель. По моему мнению, это произойдет в несколько подходов. Еще несколько вот таких пампов и дампов должно перед этим пройти. Также очень важно понимать экономику предложения и спроса. Вот почему важно быть впереди основной массы. Что это значит? Ты должен следить за спросом. Куда спрос, туда и ты. И чем быстрее ты найдешь то, что будет пользоваться большим спросом в будущем, тем больше шансов стать очень успешным инвестором. Такой тебе лайфхак. В ближайшее время все зависит от того, сколько розничных инвесторов будет ощущать синдром упущенной выгоды. Если ты думаешь, что делать с Доги Коином дальше, я настоятельно рекомендую тебе частично зафиксировать прибыли. Когда ты сделаешь это, ты убьешь двух зайцев, обезопасишь себя от потерь и не пропустишь следующий потенциальный памп Доги Коина, потому что ты останешься в рынке. Буквально вчера мне написал один человек с вопросом, а стоит ли продавать свое имущество, нажитое непосильным трудом, чтобы инвестировать в Доги Коин. Мой ответ – это крайне сомнительная идея, когда рынок находится на хаях. Этим нужно было заниматься, когда он был внизу. И то тоже были риски. Поэтому нет, я советую вкладывать только то, что ты собираешься потерять. Если ты хочешь купить Доги Коин сейчас, ты должен выделить деньги, с которыми готов распрощаться, и без которых твоя жизнь качественно не изменится. Ведь Доги Коин уже сделал 500%, и я наблюдаю замедление его движения, поэтому я считаю, что давление продавцов будет сильнее покупателей в ближайшее время. Думаю, Доги упадет в поисках поддержки, затем будет двигаться в боковике, пока, например, Илон Маск не пропампит его снова. И я действительно верю, что еще несколько таких циклов, памп и дамп, и мы сможем увидеть Доги Коин за 1 доллар, или же около 90 или 95 центов. Потому что на отметке в 1 доллар я ожидаю сумасшедшее давление продавцов. Почему? Ведь это ценовая цель абсолютно всех трейдеров. Кроме этого, учитывая количество токенов, рыночная капитализация Доги при этом должна составить 129 миллиардов долларов, что поставит его на третье место в списке крупнейших криптовалют мира. Очень круто, как для шуточной монетки. С поддержкой Илона Маска это вполне может случиться спустя несколько таких циклов памп и дампа. Так что да, я думаю, в какой-то момент в этом булране Доги Коин будет стоить 90-95 центов. Но покупаю ли я биткоин? Нет. Не потому что не верю, что он не будет расти и впредь с поддержкой Илона Маска, а потому что сама покупка Доги Коина противоречит всем принципам моей инвестиционной стратегии. Пару дней назад я говорил о хороших новостях для Доги Коина, что его начинают принимать различные торговцы и магазины. Марк Кубан, владелец баскетбольного клуба Далом Маверикс, который недавно начал принимать Доги Коины, у себя в твиттере написал следующее. «Мы только что установили часовой рекорд по продажам товаров за Доги Коины». Самое интересное, ребята, что он планирует копить эти биткоины. Я нашел еще один твит, в котором он пишет следующее. «Мы никогда не продадим ни одного Доги Коина, так что продолжайте покупать в нашем магазине». Похоже, в мире Доги Коинов намечается своя собственная микростратегия. Посмотрим, станет ли это трендом у других компаний, клубов и магазинов. А теперь я хочу поговорить про крупнейший кошелек Доги Коинов, который контролирует почти 30% всех токенов Доги. Я думаю, что этот кошелек принадлежит американской компании, предоставляющей финансовые услуги под названием Robinhood. Все мы помним ее из-за скандала вокруг акций GameStop, рыночных манипуляций и группы людей, называющих себя Wall Street Bets. Однозначного ответа на вопрос, а хорошо ли то, что треть всех монет контролирует одна компания, нет. Риски того, что они польют рынок Доги, достаточно высокие. Но есть также и позитивная сторона, которую я сегодня обязательно покажу. Я думаю, такой взрыв Доги Коина может сломать некоторые ментальные барьеры в психологии людей. И именно поэтому альткоины из списка ТОП-100 могут в ближайшее время хорошо подрасти. Об этом я сниму отдельное видео. Но еще раз напомню, покупать на таких пиках, как Доги Коин сейчас, это очень большой-большой риск. Итак, крупнейший кошелек Доги Коин вмещает в себя 36,7 миллиарда токенов. Если бы этот кошелек принадлежал одному человеку, это было бы очень-очень плохо для Доги Коина. Но все доказательства указывают на то, что этот кошелек принадлежит компании Robinhood. Robinhood это самая активная платформа для торгов Доги Коином. И в этом также можно найти смысл, потому что Robinhood также одна из крупнейших торговых площадок для Теслы. А Илон Маск продвигает Доги Коин. Если мы полистаем историю транзакций этого кошелька, мы можем увидеть огромные транзакции в миллионы Доги Коинов в феврале этого года. Здесь было множество транзакций в миллионы Доги Коинов. Почему это интересно? Потому что как раз таки в феврале 2021 года Robinhood разрешил депозиты и выводы для криптовалют, в том числе и для Доги Коина. Не похоже на простое совпадение. Также интересно то, что Robinhood не только является крупнейшей площадкой для торгов Доги Коином, но и позволяет людям хранить эти Доги Коины на этой площадке. Но по факту люди им и не владеют. Владеет им сама площадка. Также я нашел еще одно доказательство. Я выделил его оранжевым цветом. Согласно сообщениям на Reddit, время, когда Robinhood начал предлагать торговлю Доги Коинами в июле 2018-го, странно совпадает с созданием первоначального цифрового кошелька, который используется для хранения огромного количества токенов. Этот кошелек был создан в июле 2018-го, согласно данным блокчейн-трекера Elliptic. Что ж, если этот кошелек действительно принадлежит Robinhood, я считаю, что это лучше, чем если бы он принадлежал какому-нибудь одному человеку. Известный аналитик, который посвятил свою жизнь Доги Коину, пишет у себя в твиттере следующее. Если самый крупный кошелек принадлежит Robinhood, то для Доги Коина это означает To The Moon. Однако, пока эта информация остается догадкой, мы не можем говорить об этом наверняка. Кстати, на этот твит ответил сам Илон Маск, сказав «похоже на то». В любом случае, я считаю, когда существует подобный кошелек, который владеет 30% циркуляции криптовалюты, риск на огромное падение только увеличивается. Robinhood вполне может обвалить Доги Коин, это в его власти. И об этом беспокоюсь не только я, даже сам Илон Маск взволнован этим. Он написал у себя в твиттере «Если главные холдеры Доги Коина продадут большинство своих монет, Доги Коин получит полнейшую мою поддержку. Я даже заплачу им своими долларами за это». Полнейшую его поддержку. Чувствуешь? Илон Маск планирует и впредь пампить Доги Коин, судя по этим словам. Будет очень интересно посмотреть, как дальше себя будет вести Доги Коин в этом булране с полнейшей поддержкой Илона Маска. Я думаю, он вполне может дорасти до 90-95 центов. Также все больше людей начинает принимать оплату в Доги Коинах, как раз таки из-за поддержки Илона Маска. Вот что можно делать, когда у тебя 51 миллион подписчиков в твиттере. Кстати, смотрите, 9 часов назад он написал «Все летит на Луну». Похоже, с этого момента нас ожидает еще один сильный альткоин сезон, но об этом я поговорю в другом видео. А сейчас же я хочу рассказать о криптовалютах, которые в будущем ожидают шок предложения. То есть на них будет увеличиваться спрос, а предложение будет не в состоянии его удовлетворить. Это приведет к росту их цен. Я уже говорил, что Cardano ожидает множество обновлений в этом году, но недавно стало известно, что они готовятся запустить свой собственный свап. Аналог того, что есть на Эфириуме и того, что есть на Бинансе. И Эфириум, и Бинанс Коин испытали шок предложения и стремительный рост после того, как их свап-платформы взлетели. Я говорю о таких свапах, как Юнисвап и Пэнкейксвап. Почему у Бинанс Коина и Эфириума был шок предложения? Потому что каждому проекту, который заходил на Эфириум или Бинанс Смартчейн, необходимо было огромное количество монет для того, чтобы обеспечить ликвидность. Огромное количество эфиров и Бинанс Коинов были залочены в этих проектах, что сильно уменьшило предложение при очень быстро растущем спросе. Как итог, достижение новых исторических пиков. По моему мнению, то же самое ждет Кардана, когда она запустит свою собственную свап-платформу, над которой сейчас работает. Для меня запуск такой платформы будет очень позитивным сигналом для Карданы. Кроме этого, благодаря стекингу, очень много токенов Ада тоже залочены, а значит предложение Карданы станет еще меньше. Шок предложения для Кардана – лишь вопрос времени, судя по всему. Также сегодня есть хорошие новости для Эфириума, которые могут привести к его росту в будущем. Три североамериканских ETF для Эфира одобрены за один день. Пока мы ждем эти ETF для биткоина, для Эфира одобряют целых три. За один день. Это одни из первых Эфириум ETF в мире. Очень значимое событие для второй по размеру криптовалюты. Но что это значит простыми словами? Это означает, что инвесторы в североамериканские фондовые рынки получат доступ к Эфирам. А значит, потенциально в него могут палиться новые деньги. Торги начнутся уже 20 апреля. Канадский фондовый рынок уже демонстрировал значительный интерес к криптоактивам. А предыдущие биржевые продукты Эфира приводили к остановке рынка в первый же день листинга. Из-за ажиотажа. Вот, кстати, подтверждение этим словам. Похоже, 20 апреля Эфириум ожидает что-то интересное. Это дает мне больше уверенности, что прогноз в 5000 долларов до конца мая 2021-го, о котором я уже говорил в одном из своих видео, вполне реален. Это EOS. Его ожидает масштабное обновление протокола, а также, что самое главное, интеграция в Google Cloud. В облачные сервисы Google. Это очень крутая новость. Я думаю, на данный момент эта криптовалюта явно недооценена. Но она уже находится на пути к восстановлению своего прошлого исторического пика. Поэтому я ее и купил сегодня в меру своих скромных возможностей. Думаю, в ближайшее время она может дать минимум 3 икса от актуальной на сегодня цены. Купил я его за 8 долларов и 40 центов. Кроме этого, EOS скоро добавят в MetaMask. Очень известный кошелек, что безусловно сделает EOS популярнее. На данный момент MetaMask уже может работать в сети EOS. Ждем добавления. Также, саму сеть EOS тоже ожидают крупные апгрейды. Например, они работают над новой моделью PowerApp, которая поможет распределять ресурсы в сети и сделать ее сильнее. Также, вскоре начнутся тесты децентрализованных приложений на EOS. Но самое главное, это интеграция в Google Cloud. Как по мне, это самое масштабное обновление протокола EOS, которое нас ожидает в ближайшее время. Думаю, благодаря всему перечисленному, EOS вскоре достигнет отметок прошлого исторического пика, что даст ему 3 икса от теперешних отметок. Еще одна очень хорошая новость для Binance Coin. Binance рекордно сожгла BNB на сумму 600 миллионов долларов. Мне нравится это, так как сжигание монет действует на актив дефляционно. При этом они добавляют еще больше способов использования этих монет, что приводит к росту спроса. Поэтому, я думаю, Binance Coin в будущем продолжит расти. А закончить я хочу новостями про NFT. Точнее, про американских регуляторов и их отношения с этой индустрией. Дело в том, что американские регуляторы уже готовятся бить пространство NFT сильно и больно. На сайте Сената США можно найти эту запись встречи сенаторов от 13 апреля 2021 года. На этой встрече комиссар налоговой службы США сказал, что NFT невидимый для налоговой службы. Из-за чего она предполагает, что потеряет около триллиона долларов за этот год. NFT никак не регулируется, что пора бы исправить. Комиссар также добавил, что регулирование можно достичь, приравняв NFT к ценным бумагам. Это очень нехорошие новости, ведь мы помним, чем закончилось обвинение против Ripple в том, что XRP это ценная бумага. С другой стороны, это может быть хорошей возможностью купить любимый NFT токен подешевле. Вопрос лишь в том, сможет ли этот токен пережить давление регуляторов или нет. На этот вопрос ответить достаточно сложно. На этом все, ребята. Если видео было полезным или интересным, поддержи меня и канал, поставь лайк и подпишись. Давай до лета наберем 200 тысяч подписчиков. Это будет очень круто. Большое спасибо за поддержку. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно, Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok